Всем привет, меня зовут Кирилл, я из города Волгограда, я учусь на FIP курсе С, который длится примерно три месяца летом. У нас пять предметов, химия, математика, физика, китайский обычный и китайский для клинических целей, где мы учим лексику и прочие вещи. До того, как я сюда приехал, я занимался китайским часа 3-4 в день и хоть и прогрессировал, но прогрессировал не достаточно быстро. Здесь учеба начинается именно интенсивно и ты не можешь просто не учиться. В любом случае, ты ходишь на пары, ты делаешь домашние задания, иначе зачем ты сюда приехал. И у тебя китайский очень быстро растет в таких условиях. Даже если вначале суперсложно, и ты думаешь, что ты ничего не понимаешь, и ты ничего не сможешь сделать, потом все равно все нагоняется, и у тебя китайский в любом случае вырастет намного сильнее, чем вырос бы за обычное обучение 3-4 часа в день. Китай является развивающейся страной, и поэтому, естественно, китайский язык я считаю очень полезным в будущем, независимо от того, где я буду жить, в Европе, в Америке, в Китае, китайскими будет полезен. По сравнению с другими языками, да, естественно, сложено примерно в 3 раза, потому что вместо одного слова тебе нужно учить иероглиф, пеньгин и тон, но грамматика легкая, в принципе, уравнивается. Ну, у меня так получилось в изучении китайского, что в самом начале, когда я только начал учить, я был в слабой группе, потом меня закинули в сильную группу, и мне пришлось догонять их, то есть мне нужно каждый день по 6-8 часов заниматься, и поэтому китайский очень сильно прогрессирует. Такое интенсивное обучение, как здесь, оно помогает адаптироваться к китайскому университету, потому что в китайских университетах, особенно топовых, там учатся китайцы, которые прошли высшую школу, а высшая школа, они там учатся по часов 10-12, поэтому, чтобы достигнуть их уровня, нужно учиться примерно в такое же время. Ну, по сравнению с прошлым местным, где я учил китайский, этот университет, конечно, высшим уровнем намного, он является самым или одним из самых лучших в Китае по авиастроительству, роботехнике и еще каким-то инженерным специальностям, и китайские, естественно, здесь попадают лучше, работают сильные учителя, в этом университете есть два кампуса, новый и старый, я сейчас живу в Старом, и он называется Старый, потому что все довольно старое. Все есть, что нужно для спорта, бассейн, библиотека, футбол, все, что угодно есть. Сюда приезжают много европейцев, американцев, то есть со всеми можно пообщаться, получить какие-то новые эмоции, впечатления, выучить что-то новое о других странах. Нам дали на выбор три вуза, которые мы сами выбрали. Я собираюсь учиться по направлению биология. Возможно, этом, возможно, Тианзин университет. Это будет видно ближе к экзаменам в начале сентября. Чтобы поступить в Северо-Западный политехнический университет в городе Сиане, на экзамен мне нужно набрать по всем предметам больше 80 баллов, тогда я получаю бесплатное образование, проживание и еще ежемесячные выплаты. По поводу проживания могу сказать, что в прошлом университете комнаты в общаге были в два раза больше. И сначала, когда я сюда приехал, когда мы еще не начали учиться, это мне показалось существенным минусом этого места, что комнаты маленькие. Но потом, когда ты учишься по восемь часов в день, ты не особо много времени проводишь в этой комнате, только приходишь сюда поспать, поделать уроки, поэтому я думаю, это нормально. Питаюсь я в столовых. Раньше я делал еду сам в своем старом месте, но тут времени нет самому делать еду, поэтому приходится покупать готовую. В столовых все есть, в принципе, любая, да, на любой вкус. Я лично договорился с поварами, чтобы они мне готовили особую еду, свою. Они мне просто дают свежие овощи, рис, яйца, мясо, и все, получается круто. То есть можно договориться. В свободное время иногда есть, по выходным иногда бывает. В свободное время можно пойти погулять по городу Сианю, так как это является историческим центром Китая, исторической столицы, поэтому погулять интересно. Терракотовая армия, пагода диких гусей, прочие места. Это все круто увидеть самому. Если вы сюда приедете, вы обязательно не пожалеете об этом, потому что учеба здесь очень поможет в дальнейшем образовании в университете. Также посетить новый город, новое место и вообще пробовать новый вид учебы интенсивный. Мне лично это очень понравилось, и я считаю, что это очень круто. Продолжение следует...